всем огромный огромный привет сегодня с вами не будем готовить сегодня буду делиться с вами покупками у меня сегодня была большая закупка ваша не посмотрите какой длинный чек все было на 3087 рублей и у меня была скидка 449 рублей вот 449 рублей в результате на 2 637 с копеечками в этот раз у меня вышла покупка в принципе конечно удивилась что так дорого я особо ничего не купила но он ладно по ценам особо говорить вам не буду знаете ну все и так очень дорого я думаю вы и без этого знаете где какие цены знаю буду называть молоко молоко по 62 рубля купила в этот раз 2 и 5 свежая хорошая недолго играющая взяла две бутылочки обычно я конечно молоко покупаю в другом месте но в этот раз так как затоваривалась в одном магазине поэтому купила в магазине бедра 209 рублей килограмм я взяла все же бедрышки это хорошо можно и супчик сварить и потушить и запечь и все же это мясо такое мягенькое вкусненькое но не всегда есть грудку понимаете грудка все же суховатая хотя и грудку люблю но тоже вот бедрышки да еще по 200 рублей почему бы и нет в общем одна у меня чуть больше килограмма и другая чуть меньше килограмма в общем почти два килограмма считайте я взяла 200 рублей лоток вот такое вот малое филе ну я взяла я вначале взяла там не было цены думала на по акции подешевше и пока дошла там пропикать вот она оказалась 200 рублей но я взяла я хочу приготовить знаете что-то типа по азиатски может быть в кокосовых сливках либо в каком-нибудь соусе терияки в общем вот так немножко потушить здесь 450 грамм в общем на ровно на 200 рублей лоток вот но это дорого получается вот это малое филе дорого грудка она по любому всегда дороже поэтому в принципе на неделю мне курицы хватит и супчики варить и все взяла журнальчик 43 рубля вдохновляться вот такой же новый номер на нашей кухне 100 салатов праздничных закусок в общем буду извините кашлю буду вдохновляться дальше взяла вот такой суп это лапша ну лапшу я люблю вы знаете я там смотрела вот это что мне девочки все рекомендуют не было взяла вот такую с тушеной курицы и луком одну дальше взяла йогурт персик маракуйя вот такой 120 белка в общем 120 килокалорий в 100 граммах продуктов что-то решила подсесть на йогурт но взяла в общем персик маракуйя дальше сегодня по акции была смесь перцев дробленая вот такая взяла по 49 рублей пускай будет потому что у меня уже кончается я вам говорила по 39 рублей взяла вот такой вот греческий йогурт хочу вот вот эту корочку малое филе в общем сделать с кокосовыми сливками и возможно добавлю греческий йогурт ну посмотрю еще так дальше взяла вот такой йогурт манго что-то при 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 стиле мне вот это много манго взяла тоже попробовать это я на завтрак взяла тоже очень интересный йогурт в общем я потратилась можно так сказать прям на одни йогурты вот такой вот и где-то у меня еще там йогурт был ну ладно давайте все по порядке не буду ковырять так вот такой вот йогурт взяла тоже очень интересная баночка то большая и тут написано смотрите тыква абрикос пряности тыкву я очень люблю йогурт из тыквы еще не ела никогда тут аж 180 грамм жирность 7 и 1 конечно жарноватый а вот этот сколько жир а это жирность 2 и 6 вот это хорошая жирность а вот этот жирность 48 48 до 48 вот так что взяла на меня вот это а это привык привлекло много манго а это привлекло именно тыква в общем тыква абрикос я думаю будет тоже вкусно взяла рисовый уксус мы же с вами будем делать вот эти роллы а нигири буду варить варить рис нужно немножко кислинки поэтому вот взяла рисовый уксус у меня в принципе рисовый уксус есть 89 рублей у меня рисовый уксус есть но там прям совсем знаете у меня чуть-чуть осталось и он уже долго стоит и тут видите венегар написано венегар в общем можно его даже для каких-то салатов наверное использовать взяла помидоры помидоры смотрите это фламенко на веточке у нас продается в разновес фламенко давайте вот так подальше поставлю вот на разновес 249 рублей килограмм 151 рубль в общем взяла такие тяжелые крупненькие 5 штучек вот таких помидоров взяла 5 штучек так потом взяла еще помидоры черри помидоры черри вот такие фламенко как-то пробовала один раз но я думаю тоже будут в общем взяла так взяла вот такие кокосовые сливки по 114 вроде рублей я хочу такие заказать в общем дешевле их заказывать с интернет-магазина но я же не знаю вкусные они не вкусные в общем экстра крем но они что-то там такие жидкие 150 миллилитров вот с этими кокосовыми сливками я буду делать без глютена без чего-то там тыры тыры кокосовый крем для готовки в общем вот курочку с вами потушим в этом кокосовом креме так дальше 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 я ездила туда за прокладками они подорожали были по 37 рублей стали 39 в общем набрала целую кучку даже не знаю сколько должно быть где-то у меня второй йогурт даже не могла его не взять смотрите сколько много в общем 7 упаковок 7 упаковок набрала вот сюда их сейчас разложу вот 39 рублей а чего нет взяла кори вот то кори которая я всегда беру она дорогое по 89 аж ваша не скидки на него нету если вот на это есть скидка то на коре не было скидки взяла вот это по 49 в общем нормально это я потеряла еще йогурт странно а я наверно не взяла я наверно я почему-то думала странно вроде я брала я наверно много манго взяла вроде я вот два таких брала йогурта а получилось один ну ладно наверное один взяла за 99 рублей по акции взяла вот такую селёдочку отборная сейчас прям хочется с черным хлебушком а чего не взяла батон вот такой батон ашановский надо его быстро положить хлеб французский 42 рубля в общем такой огромный батон батонище взяла в общем вот так еще я взяла сейчас вам покажу я считаете практически за этим и ездила я взяла вот такой вот цветочный рай для кактусов и суккулентов недорогой мое средство куда-то исчезла пропала в общем взяла такой думаю будет тоже концентрированная так 10 миллилитров здесь вот есть мерный колпачок 10 миллилитров на литр воды вот опрыскивание не использовать вот так начиная с марта подкормки начиная с марта и до сентября октября ну все вот я с марта пускай у меня будет а то потом я поехала в магазин знаете ничего там что-то нету если видишь нужно брать еще я купила землю сейчас вам тоже покажу купила землю у меня там проклюнулся цветочек в общем буду пересаживать и вот такую землю купила какая-то био для комнатных растений в общем прочла все нормально насыщенный окрас листьев цветов активный рост корней в общем тут уже со всеми добавками добавление биогумуса в общем я посажу свой цветочек который проклюнулся у меня там пересажу и что хочу сказать в общем вот такие покупки у меня были в ашане а еще забыла вам кое-что показать так взяла еще вот такое пирожное с кремом шинтильи это что-то типа павлова пирожное павлова так оно мне понравилось очень тут много крема что-то захотелось 119 рублей там так лежали красиво в общем взяла вот такое пирожное и взяла такой небольшой торт наполеона учу что у меня так денег-то много и взяла вот такой небольшой наполеон чик воздушные слоеные коржи нежный крем знаете я наполеон конечно люблю но не все его делают вкусно надеюсь вот этот будет вкусный вот так свеженький свеженький в общем вот такие у меня покупки вот такие у меня покупки всем огромное спасибо что меня смотрели рассказывайте обязательно что покупаете вы сколько вам выходит сейчас заезды в магазины потому что все дорого подписывайтесь пожалуйста я буду всем рада комментируйте и пока пока